Добрый день, друзья! Сегодня поговорим о диатомовых возрастах. В интернете много различных статей о проблеме появления диатомовых возрастей, но большинство из них сводится к неустоявшемуся азотистому циклу в новом аквариуме или его нарушению в старом. Отчасти это так, но давайте вместе более подробно разберемся в этой проблеме и как от нее избавиться. Диатомовые водоросли – это обширный класс низших растений, которые широко распространены на нашей планете. Эти водоросли образуют коричневый налет на растениях, грунте и декорациях. Сначала он слегка заметный, но со временем становится все темнее, и если не вмешаться, то он станет совсем черным. На ранних стадиях он легко удаляется, его можно просто стряхнуть с листьев растений. Со временем происходит его многократное наслоение, при этом свежий верхний слой пылит, а более старый оттирается с трудом. Диатомовые водоросли не токсичны и не вредны для населения аквариума, но они вредят высшим растениям, затрудняя им фотосинтез. К тому же грязный бурый налет портит внешний вид аквариума. Причиной появления диатомовых водорослей служит большое содержание диоксида кремния – силикатов в воде аквариума. Диоксид кремния нужен диатомовым водорослям для образования скелета. Поэтому для устранения проблем необходимо просто снизить уровень содержания силикатов в аквариуме. Прежде чем приступить к лечению аквариума, необходимо точно определить вид водорослей, так как диатомовые водоросли во многом схожи с сине-зелеными водорослями. А методы борьбы с ними разные. Для того, чтобы точно определить, какой у нас вид водорослей, необходимо просто растереть их между пальцами. Сине-зеленые водоросли остаются слизистыми даже после длительного растирания, а диатомовые становятся шершавыми. Диатомовые водоросли часто появляются в молодом аквариуме, неустоявшем с азотистым циклом. В это время в аквариуме происходят различные биологические процессы. В воде может содержаться большое количество аммиака и нитрита. Кроме этого, грунт может выделять воду силикатами. В течение первых 2-3 месяцев в аквариуме устанавливается азотистый цикл. С подменами воды силикаты вымываются. И как результат, диатомовые водоросли в большинстве случаев исчезают сами. Если диатомовые водоросли не исчезли, это говорит о том, что в водопроводной воде, в которой мы подменим воду в аквариуме, содержится большое количество силикатов. Или ваш грунт выделяет большое количество кремния. И силикаты появляются непосредственно из грунта. Тогда ни увеличение количества света, ни снижение уровня PH, ни подмена воды в аквариуме нам не помогут. Чтобы узнать количество силикатов, необходимо провести тест воды на силикаты. Если содержание силикатов превышает 1 мг на литр, то необходимо его понизить. И это поможет избавиться от диатомовых водорослей. Для этого существуют специальные наполнители, для внешнего фильтра, которые удаляют силикаты из воды. Такие наполнители выпускают компании JBL, Сера и некоторые другие производители аквариумной продукции. Мне в борьбе с диатомовыми водорослями неоднократно помогал наполнитель от компании JBL. Следующий путь избавиться от диатомовых водорослей, это смешивать воду из водопровода с водой из-под фильтра обратного осмоса. Этим можно уменьшить содержание силикатов в воде. Но если силикатов в водопроводной воде слишком много, то это не поможет. Тогда можно полностью перейти на воду из-под фильтра обратного осмоса и обогащать ее солями жесткости. Также в борьбе с диатомовыми водорослями хорошо помогают рыбки-чистильщики, такие как анциструсы и отанциклюсы, которые с удовольствием поедают многие виды водорослей. Кому было интересно и видео понравилось, подписываемся на канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok